Всем привет! В данном видео хочу рассказать, что случилось со стопором пальца на экскаваторе-погрузчике Volvo BL701B и как я его поменял, а также как помогает в ремонте нестандартное мышление. Итак, работая на объекте, я заметил, что палец фронтальной стрелы экскаватора-погрузчика стал как-то подозрительно выпирать, чего быть не должно. Естественно, сразу вышел и осмотрел его. И действительно, палец сочленения рамы фронтальной стрелы с левой стороны вылез из втулки сантиметров на пять. Пришлось прервать работу на объекте и приступить к ремонту. Вначале у меня закралось сомнение, то ли просто стопорный болт пальца сорвало и он вылез, то ли палец сломался пополам и также вылез. Я снял кожух, закрывающий часть моторного отсека. Он крепится всего лишь на четырех болтах. И увидел, что стопорный болт, который должен проходить сквозь отверстия в пальце и отверстия трубы рамы, с одной стороны отсутствует совсем, с другой стороны виднеется часть болта и гайки. Эта часть болта не выпала только потому, что ей это не позволило сделать металлической конструкции рамы. Вообще, конечно, конструкторы немного перемудрили при проектировании данного узла. Непонятно, зачем они сделали горизонтальное расположение стопорного болта, ведь для его замены придется помучиться. Ведь намного проще было сделать вертикальное положение и доступ к болту и гайке был бы со всех сторон открыт. Ну да ладно, не нам судить шведских конструкторов. Итак, я выяснил, что палец не сломан, а всего лишь сорвало стопорный болт. Но поменять болт мне не позволил, с одной стороны резонатор глушителя, с другой металлическая пластина конструкции моторного отсека. Я зубилом срубил гайку и торчащую часть болта и попробовал извлечь остатки болта из пальца. Ничего не получилось. Дальнейший ремонт пришлось производить уже на базе. Снимать весь глушитель у меня никакого желания не было. Поэтому я ограничился только демонтажом выхлопной трубы. Пришлось открутить кронштейн на резонатора и выхлопную трубу. Выхлопная труба крепится при помощи хомута к стакану кронштейна. Кронштейн крепится шестью болтами к раме трактора. При этом самое неудобное было держать гайки, так как они расположены со стороны моторного отсека и доступ к ним ограничен. В итоге, немного помучившись, я открутил все болты. К резонатору от выхлопной турбины идет труба. Соединяются они при помощи хомута. Но так как соединение очень плотное и ни разу не разбиралось, я решил не отсоединять трубу от резонатора. Чтобы не создать себе еще больше проблем в дальнейшем. Теперь я максимально оттянул резонатор с кронштейном, насколько это позволило гофру трубы. И между резонатором и трубой рамы появился зазор для извлечения остатков болта. Но так как после того, как палец вылез, я его забил обратно, чтобы доехать до места ремонта. Поэтому передо мной встал вопрос, как теперь прокрутить палец, так как имеется несоосность отверстий трубы и пальца. Конечно многие скажут, что нужен обратный молоток и с его помощью выбивать палец. Но во-первых, такого болта с такой резьбой я не нашел. А попробовал к обратному молотку приварить болт на 10, прикрутить вместо таводницы и пробовать выбивать. Палец немного вышел, но сорвалась резьба на болту, поэтому так делать не советую. В итоге я взял болгарку, сделал насечку на пальце, затем зубилом и молотком провернул палец. Теперь при помощи изогнутого электрода вытащил остатки стопорного болта. Само собой в сторону резонатора. Середина болта извлеклась без проблем. Теперь осталось поставить новый стопорный болт на место. К слову, советую такие болты возить с собой на всякий случай. Длина 130 мм, диаметр резьбы 10 мм и, разумеется, гайка. Поставил болт и гайку. Самоконтрищая гайка не вместилась, поэтому поставил обычную, но немного замял резьбу, чтобы она не открутилась от вибрации. Помазал палец и опробовал в работе. Пальц фиксировался как положено. Теперь приступил к сборке в обратной последовательности. Заодно отрегулировал зазоры капота. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео. И, само собой, комментируйте. До новых встреч. Пока.